Продолжение следует... Я думаю, что, как всегда в науке, научное сообщество не стоит на месте, и новые вопросы появляются постоянно. И иногда непросто понять, каковы будут эти новые вопросы. Что стало очень важным для моего собственного исследования, так это вопрос того, как святые отцы на самом деле читали и интерпретировали Библию. Ведь их подход диаметрально противоположен историко-критическому методу, развивающемуся на Западе в течение последних 150-200 лет. Поэтому вопросы о мировоззрении святых отцов, о том контексте, в котором они задавались, вопросами экзегезы, о том, с каких позиций они подходили к текстам. Они радикально разнятся с тем, как к текстам подходят в новое время. Все эти вопросы в ходе работы наполнились для меня живым интересом. Возможно, этого нельзя было предвидеть в мои студенческие годы. Подозреваю, что, как всегда, всплывает что-то новенькое. Но важнее всего, мне кажется, это новый междисциплинарный подход, благодаря которому святых отцов можно гораздо лучше увидеть в широком историческом контексте их собственного мира. И начинаешь действительно понимать, чем они жили, так сказать. Я думаю, одним из самых важных событий, случившихся за то время, пока я занимаюсь исследованиями в этой области, было то, что историки поздней античности, как и богословы, интересующиеся патристикой, стали понимать, что в этой области им необходимо оказывать друг на друга влияние. По-моему, чрезвычайно важно, когда исследователь может одновременно вникать в слова святых отцов путем своего рода эмпатии, которые рождаются из его христианского конфессионально определяемого взгляда на вещи, и в то же время вести диалог с теми, кто смотрит на наш материал объективно, в историческом контексте. Прежде всего, нам нужно понять, как они мыслили в контексте своего времени. Именно для этих целей важно, чтобы люди, которые, возможно, и не являются христианами, но интересуются общественным устройством, идеями и культурой того периода, поддерживали диалог с теми, кто изучает святых отцов ради знакомства с их богословием. Таким образом, можно подобраться к самой сути того, что святых отцов действительно волновало, а затем перейти к вопросам усвоения их наследия в принципиально другом контексте. Однако в православном мире все может выглядеть немного иначе. Насколько я знаю, к святым отцам здесь относятся почти как к священному писанию, и вы видите лишь непрерывность традиции. Но есть и ее прерывность, культурный разрыв между позднеантичным миром и миром в 21 веке. Все эти соображения говорят о том, что германифтические вопросы постоянно возникают вновь. Именно в этом, как мне кажется, еще долго будет заключаться суть патриотических исследований. Я считаю, что важнее всего стараться не терять критического взгляда на вещи. Ведь именно способность задавать вопросы лежит в основе всякого исследования. Возможно, есть научные традиции, которые не переставая твердят. Так говорил такой-то, следовательно, это верно. Мы излагаем вот так-то, следовательно, у нас точно правильное понимание. Тогда как действительно важно уметь вести дискуссию о том, что здесь имеется в виду, и как это понимать людям, живущим в ином контексте? Итак, я снова возвращаюсь к германифтическим вопросам, как к самым принципиальным при любом научном исследовании, посвященном этим титанам прошлого. Спасибо.